Акулы-пера, профессионалы радио и телеэфира, те, кто держит руку на пульсе событий и днем и ночью, и если что, всегда готов к труду во благо общества. Аксакалы-журналистики более 200 человек собрались на внеочередном съезде Союза журналистов России. Такая срочность вполне объяснима. Необходимость модернизации Всероссийской профессиональной организации. Давайте не будем терять нашу солидарность. Давайте мы будем уважать друг друга, попытаемся внести свою лепту в обустройство медийного рынка, журналистику. Если мы от нее ушли, давайте вернемся туда и будем поддерживать друг друга. Влияние Союза ослабло, система управления устарела, она архаичная. Вот этот съезд, он никакой не чрезвычайный. Надо просто успеть за два года, успеть поправить ситуацию. Надо что-то сделать для того, чтобы нам с вами не стыдно было на очередном съезде докладывать. Союз журналистов России, общественная организация сотрудников средств массовой информации. В широком смысле слова клуб единомышленников, остро болеющих за любимое дело и стоящих на защите интересов представителей СМИ. Союз и прежде участвовал в обсуждении законопроектов, проводил медиаисследования, защищал права журналистов, организовывал курсы повышения квалификации работников СМИ и делал много чего еще. Однако данную работу необходимо структурировать, уверена Наталья Чернышева. Модернизация сегодня это не самоцель, это средство. Для чего? Для того, чтобы повысить влияние организации, для того, чтобы распределить функциональные обязанности, для того, чтобы структурировать вот тот огромный массив. Совершенно необходимо наладить информацию о деятельности Союза. В рамках новой стратегии развития организации изменился секретариат Союза. К действующим секретарям добавились новые, молодые, энергичные, готовые привнести свежие идеи в работу. 11 человек, среди них Леонид Левин, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Конкретные предложения простые. Это нужно усилить взаимодействие с органами власти, чтобы Союз стал единственной структурой, которая представляет журналистское сообщество, чтобы в него входили действительно сами журналисты. И третье, чтобы власть слышала позицию мнения Союза и учитывала принятие решений, связанных с медиаотраслой. Обсуждение ключевых вопросов, озвученных на съезде, выработка идеи и предложений, продолжится на ежегодном международном форуме «Вся Россия», который пройдет в сентябре в Дагомысе. Дарья Снегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».